привет всем поздравляю всех причастных с международным мужским днем 2023 года полагаю будет правильным как и в прошлом году начать каст приуроченный к этому празднику с минуты молчания а ну что ж повторяться не буду то что я прошлом году в этот день сказал все применимо и в этом году так что оставлю просто ссылку на прошлый ролик кому интересно посмотрите тем кто смотрит этот анонс годы спустя если белый url недоступен попробуйте посмотреть в торе потому что скорее всего даже если мне не удалось сохранить белый сайт 1d rocks скорее всего работает торовский сайт и возможно на нем есть какое-то другое белое имя но в общем смотрите темную ссылку тоже итак к этому дню я приурочу выпуск этого перевода перевода долгостроя я начал переводить в апреле потому что ситуация которая тогда начала складываться просто стала кричать не давно виделись параллели я эту лекцию знал много лет я ее смотрел десятки раз как наверное большинство лекции ирвинга но параллели просто начали кричать что называется я просто больше не мог сдерживаться я решил взяться за перевод хоть это очень очень тяжелое дело это стоит наверное по сложности как три-четыре может и пять фильмов настолько это тяжелое дело из-за сложности материала из-за скорости языка из-за того что плохо слышно и так далее перевод любительский и сделан исключительно в образовательных целях вот все мелкие оговорки я в итоге оставил как есть так что пусть вам не режет слух всякие там звонит и звонит хамбер и хамбл ну даже когда есть готовый текст все равно оговорки случаются ладно крупные вещи где там три-четыре раза оговорился по серьезному я все-таки их перезаписал хоть они там и слышно что это именно вставка ну ладно хотя бы не так резко не так режу слух а то позволяет не потерять важные мысли там кроме этого взял на себя смелости и сделал упор на букву йо потому что конечно бардак этот использование нашего этого кривого кривописание вот это вот ее что у нас там нет никакого черчилля он черчилль так же как нет никакого геринга а есть геринг вот гес он гес потому что пишется как гес то есть вся вот это вот катавасе с произношением правописанием она исключительно из-за того что просто люди бросили ставить эти маленькие точечки вот из-за этого происходит все это непотребщина кто вдруг не знает кто такой ирвинг смотрите анонс прошлой лекции это вторая лекция вот и я опять же единственное насколько я знаю кто когда-либо занимался переводом лекции ирвинга вот и что касается содержание самой лекции значит три момента на котором хочу заострить внимание первое это собственно факты которые он перечисляет это конечно личный выбор лично я с уважением отношусь к ирингу несмотря на то что я там не согласен с ним по некоторым вопросам в основном оценочном факты я по большей части проверить не могу и думаю что 99 и 9 периоде людей тоже не могут вот я думаю что даже даже те у кого историческое образование там с истфаков я думаю среди этих людей даже очень мало тех кто в состоянии прочитать например рукописный немецкий текст времен второй мировой вот кто вдруг хочет получить премию иринга который он повторяет в очередной раз в этой лекции она по-моему все еще действует удачи я вполне допускаю что однажды кто-нибудь сможет это сделать насколько я знаю пока ни у кого не получилось что нужно отметить что его цепочку событий которые он описывает да как они связаны между собой гораздо лучше объясняет то что происходило чем школьные учебники там или популярные документальные фильмы как и например вот можете ради интереса прочитать есть письмо 46 года геринга к черчиллю прочитайте текст если вы не знаете содержание лекции тут то как историю передает иринга своей лекции то вам будет непонятно половина того что он там пишет но если прочитать прослушать лекцию иринга тогда письмо геринга становится совершенно другим гораздо понятнее что что именно он имеет ввиду о чем идет речь второй акцент второй пункт это оценки что с позитивными оценками что с негативными соглашаться не обязательно иринга уступает со своей определенной точки зрения и он британец он британский патриот это не означает что у нас с ним обязаны быть там совпадающие интересы они часто могут быть противоположны так что оценочная часть дело личное тут каждый волен трактовать как считает нужным соглашаться не нужно и третье и главное именно то из-за чего я собственно решился взяться за перевод это параллели параллели с нашим временем какие именно параллели я проговаривать не буду и никому не советую делать это уж слух точно публично когда-нибудь может быть но кто все еще думает что чего-то такого не может быть потому что не может быть главный вывод из этой лекции может не только может но уже было замечу только что если вы мне скажете что никаких параллелей не увидели то я буду очень сильно удивлен ну собственно за всем все с праздником